всем привет друзья наступила настоящая зима самое что ни на есть выпал снег пока еще конечно непонятно окончательно он устаканился лето все перманентно байда и он опять растает но в любом случае чувствуется что чистить его уже придется сегодня после тренировки как всегда я за рулем по дороге на тренировку когда провожу такие вот эфиры прямые фейсбуке правило вот и готов побеседовать с вами а в начале беседы небольшой значит анонс сегодня на моем канале на ю тубе на live channel значит будет мой прямой эфир в рамках проекта корректура на лайфчанал это первый будет эфир так-то это второй первый проходил на моем основном канале на ю тубе можно посмотреть там его запись вот сегодня я буду рассказывать значит о том как делиться опытом своим как быстро потерять первые 10 килограмм то есть у меня когда-то было 105 килограмм сейчас у меня 75 килограмм вот ну и вот расскажу как я быстро очень быстро потерял первые 10 килограмм без всяких абсолютно проблем да там дальше уже конечно сам сложнее было более медленно сам решил процесс вот первые 10 килограмм теряются всего легче вот об этом я буду рассказывать как найти с трансляцию как попасть на youtube очень просто значит сейчас если вы находитесь на фейсбуке значит соответственно заходите в мой профиль на фейсбуке немножко скролите стену записи на стене и находите объявление об этом прямом эфире и там соответственно будет ссылка на этот эфир кликайте по ней проходите на ю тубе на плеер то есть автоматически сами запустится и там написано там плеере будешь трансляции начнется сегодня в 21 00 и будет колокольчик типа подписаться и напомнить вот вы по нему закликните и вам и на почту напомнят и по-другому надо как-то напомнить на на мессенджер какой-нибудь я не знаю как это делает youtube очень напоминалки приходит однозначно вот это сто процентов так дальше а вот теперь то есть ответы на вопрос как всегда почему так лучше вот сейчас как никогда значит участилась верим увеличилась количество писем которые пишут по разным вопросам в основном по медицинской тематике по всей вероятности народ все хуже и хуже получает услуги медицинские либо наоборот озаботился просто больше со здоровьем чем это было раньше вот в связи с этим вопросов по медицинской тематике по около медицинской тематике в спортивной медицине особенно связаны с фитнесом коррекции фигуры ну и вообще с разными вещами с болячками тоже задается чрезвычайно вопрос все почему-то жалуют компетентность врачей и все начинают примерно так вот куда только не ходил в нашем городе не найти врача которые могут дать толком ответ а кто-то говорит а кто-то вообще никуда не ходил просто не уверенно по компетенции которые есть и просят проконсультировать вот таким вот образом друзья лишний раз напоминаю вам что к сожалению заболевание лечить я через интернет не умею могу дать общий рекомендательного плана рекомендации они безусловно будут вам полезными по крайне мере вы поймете в какую сторону думать чтобы победить там хворь какую-то или получить самую пользу реальную какую-то вот все мои методики направлены больше на профилактику рецидивов различных или профилактику просто проявления различного рода заболеваний что я считаю гораздо более важным и значимым я офигенный подборник медицины профилактической ну конечно безусловно непосредственно лечебная медицина как таковая хирургия и прочие виды гинекологии там уже кушерство все виды случайно важны там все тем более что роды профилактировать нельзя если женщина беременная ну по крайней мере нормальными способами делать это не за чем вот но я говорю что лечебная медицина это всегда уже это край когда человек дошел до состояния когда его уже надо лечить лучшее самое это профилактика а еще лучше всего это профилактика не просто заболевания профилактика замедление профилактика различных заболеваний и замедления процессов старения нарушения обмена веществ и так далее и тогда здоровье будет максимально крепким а вы чувствуете себя будет очень хорошо друзья задавайте давайте вопросы ваши потому что на письма у меня к сожалению не хватает времени отвечать очень много приходит писем друзья не обижайтесь на меня что я не отвечаю потому что ну если реально раньше некоторые ждали по полгода там как ответов на письмо ну я пытался на все на них ответить сейчас я понимаю что полгода это это еще очень хорошо если получится потому что у меня накопилось уже ну наверное порядка тысячи неотвеченных писем отвечать на письмо да да нет нет тоже никакого резона нет потому что люди спрашивал конкретные вещи это и не эти письма которые я поставил себе в ответ то есть которые там реально такие которые я могу что-то посоветовать и дать ответа никакого там общего характера докторами что-то болит я там типа должен ответить вам надо какие-то лекарства нет когда прям конкретно есть вопрошение по поводу общерекомендательных тем то есть это хорошие вопросы хорошие в основном я конечно поступаю с ними таким образом вы тоже можете писать и задавать но не рассчитывать на личный ответ обычно я отвечаю на такие вопросы в каких-то статьях своих каких-то видео вот делая это как бы ответ для всех не для конкретного человека потому что если кого-то одного обеспокоила какая-то проблема ну соответственно она обеспокоила и еще несколько десятков которые просто об этом не написали друзья друзья давайте задавайте вопросы особенно что касается спортивный медицин восстановительный реабилитационный тренировки каких-то специальных качеств спортсменов что тоже немаловажно это очень актуальные вещи потому что именно по ним и больше всего приходит как бы тем я не думаю что те кто зашли в эфир сейчас вот смотрят и не задают никаких вопросов что у них вопросов на самом деле нет ребят не стесняйтесь давайте потому что вот потом все равно напишите что пройдет какое-то время и вот кто это там тренера инструкции инструктора или тренеры инструкторы которые вот смотрят потом спишь так вот ученика там вот такая фигня ля-ля-ля вот давайте вот сейчас самое время задать эти вопросы самое самое то что надо такой погодняк сейчас ой какой кошмар на улице творится кто-нибудь может за рулем сейчас тоже поэтому не может ничего написать кстати было бы круто да если бы на фейсбуке вот и в контакте в таких прямых эфирах существовала возможность голосового управления написать голосовое сообщение тоже сказал там типа там окей что-нибудь вот и продиктовал то сообщение которое должно быть написано почему потому что кто-то подключился сразу же после да тут же вот так что такое тут написано что-то нет не написано а вот смотрите как интересно это пригласите в эфир а тот написал потерять лишние килограммы это здорово да потерять лишние килограммы это здорово если они реально лишние вот вопрос в том что только нужно понять что является лишним а что-то лишним не является потому что тут наоборот пытается набрать что-то кто-то считает что хорошо когда у девушки там прямо дефиниция кубиков там прям классная а кто-то считает что не должны кубики контурировать у девушки а кто-то и считает что вообще если просто живот более-менее плоский вот то и подкожная жировая клетчаточка в принципе нужна что гладенькая такая была то же самое касается мужчин кто-то любит мышцы в рубчик а кто-то считает что это лишний просто мужик должен быть здоровый такой мощный такой прям вот и совсем не обязательно должен быть для этого прямо такой рельефный супер просто мощный мощные грудные мышцы мощные плечи руки и так далее вот это важно понимать но конечно главный критерий главный критерий которым стоит руководствоваться в принципе является здоровье если вы не занимаетесь профессиональным видом спорта потому что профессиональный когда идет речь о профессиональном спорте то здоровье не является основополагающим и самим критерием для занятия спортом высоких достижений вот это вот еще очень важно понимать то есть если человек жаждет рекордов больших медалей супер выступлений то здоровье в тот период когда он к этому готовится и участвует в соревнованиях и так и прочее не является для него основополагающим фактором основополагающим фактором является пусть даже в ущерб здоровью тренировка специализирующих специальных методов специальных качеств и свойств которые позволяют достичь того результата ради которого все это дело и совершается вот когда он уходит из спорта большого он может дальше заниматься спортом для здоровья вроде тем же самым но режим графика тренировки совсем другие вот так вот когда мы говорим про потерю килограмм лишних то мы тоже наверное руководствуемся прежде всего понятием о здоровье а не о конкретных сиюминутных целях или о целях спорта высоких достижений в участии в навороченных соревнованиях по бодибилдингу там и так далее вот это важно понимать ну и конечно опять же зависит от того какие вы ставите перед собой ходовые задачи такие типовые ну с промежуточными потому что можно конечно заботиться ну как о здоровье теряя и вес но при этом не ставить себе цель иметь какую-то ну минимальную физическую выносливость там да какие-то какие-то минимальные силовые показатели а можно заниматься без спорта высоких достижений но тем не менее иметь желание предположим ну легко в режиме light совершенно пробегать там десяточку или двадцаточку даже полумарафон или даже просто или даже марафон но с целью не выдать какой-то сверхрезультат а просто как это называется закончить и дистанцию вот тут это тоже важно какая стоит само цель то же самое касается и других видов спорта вот так вот как это ни странно на самом деле странно вот и нет ничего это так просто присказка такая люди которые те люди которые занимаются активно спортом теряют имеют возможность вернее гораздо быстрее безусловно потерять те килограммы которые им не нужны ну в равной степени они могут их точно так же быстро и привести обратно вот я сейчас объясню в чем же плюсы а в чем минусы занятие спортом при снижении веса если мы занимаемся спортом не высоких достижений а так для себя смотрите ну конечно два рычага самых основных для того чтобы создать дефицит колоража то есть чтобы тратить больше чем вы потребляете сейчас пока не говорим о составе пищи это первое уменьшить объем и колораж непосредственно питание то есть жрать что называется меньше ну и может быть состав действительно так собалансировать чтобы может и ели и не очень самое мало но низкалорийных продуктов с низким содержанием животных жиров и так далее вот это первый способ то есть снизили организм стал получать меньше расходовать столько сколько расходовал соответственно все вес пошел вниз это первый момент второй момент это увеличение физических нагрузок то есть стали заниматься больше стали тратить больше чем тратили раньше а кушать оставили на том же уровне вот и все значит все нормально стало тоже опять и появляется дефицит колоража и вы начали худеть лучше когда оба эти фактора сочетаются потому что понимаете да и очень важный момент конечно когда начали заниматься это очень важно потому что дальше об этом будет речь идти вам захочется есть больше потому что вы стали больше тратить организма требует больше вот важно не повышать колораж питания вот собалансировать правильно питание за счет ну баланс правил белков и жиров углевых вот это очень важный момент организм быстро приспособиться к этому а вот смотрите это это случилось что что это не не просто не ничего нет не не она не а не а не Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 DimaTorzok